Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим Брайна. Вчера выше сразу два видео, которые надо бы посмотреть нам с тобой. Это Брайан и это Боб. Я думаю, сегодня мы с тобой вместе всё это посмотрим. Сначала начнём с Боба, потому что он не такой длинный, его быстрее всё это сделать. Сначала, сначала я тебе скажу. То, что ты увидишь в сегодняшнем видео, не делай дома. Да, потому что написано, что для этого видео установлены ограничения по возрасту, поэтому, видимо, они недостаточно ясно пояснили, что тыкать пальцы в розетку не надо. Понимаешь? Не надо. Кидать фен в воду и мыться одновременно в этой воде тоже не надо. Я не знаю, что ещё не надо. Прыгать с высоты тоже не надо, знаешь, это тоже может быть опасно. Вдруг кто-то скажет, что, ой, мы подумали, что можно. Не надо. Понятно? Всё. Хорошо. Электричество сделает тебе плохо. Очень плохо. Всё. Я сказал. Я надеюсь, Ютуб не будет против. А мы поехали. Примерно вот так же я лежу, когда у меня много дела делать всё лень. Ты зашкучал, Боб? Тогда запускай War Thunder. А-а-а. О-о-о. Я, наверное... Ну или ладно. В принципе, Боб заслужил давать рекламу. Ого. Там есть VR. VR я не знал в War Thunder. Ну и не играют. Не моя игра. Я в жизни не особо. Это Боб. И сегодня Боб умеет. Это Боб со шрамом, кстати. Это робот Боба со шрамом. Ты глянь, Боб пиздюк. Боб маленький такой. Я не знаю почему. Он вроде бы такой же, как и всегда, но из-за своей кофточки он похож на какого-то маленького Боба. Я не знаю. И за то, что электричество это опасная штука, с которой не стоит играть. О, нет. Этот робот создаст... Скайнет? А, нет. Тогда давай приступим. Начнем со статического электричества. О, это крутая штука. Она падается из-за силы трения. И абсолютно безопасна для тебя. Но, к сожалению, не для твоей прически. Мы такой фигней занимались, когда мелкими были. Знаешь, берешь какой-нибудь свитер, трешь ручку очень активно, а потом много нарываешь, много-много бумажек, кидаешь бумажки на стол, и после этого проводишь ручкой по этой бумажке, и бумажка будет линтой. Типа ты такой волшебник, дофига. Это было прикольно. Давай повысим ставки и попробуем засунуть руку... Вот ты понял, да? Вот этого делать не надо. Вот тебе будет хана. Ну, ты понял. Свеча через тебя проходит 220 вольт. Если это будет происходить на протяжении длительного времени, то есть шанс, что Боб получит электрический ожог. Или у него просто остановится сердце. И самая забавная штука... Нихера не забавная. На самом деле она очень плохая, что ты даже руку отвезти не сможешь. Потому что, вообще говоря, у нас тело, не знаю, в курсе, не в курсе, работает на нервных окончаниях. Тоже, по сути, на электричестве. Потому что от твоего мозга по нервным окончаниям идет разряд куда-нибудь, и к пальцу, к примеру, чтобы двинуть палец. Ты понял. А когда ты прикасаешься к чему-нибудь электрическому, допустим, там, к, не знаю, ну, к той же розетке, у тебя нарушается поток твоего электричества по телу, и в результате ты даже не сможешь отвезти руку оттуда. И, короче, тебе часто может быть кранты. Ну, а может быть и не кранты. Может быть, тебя просто откинет, или у тебя автоматически сожмется рука. Может быть, по-разному. Я не сувал, как именно все это будет, я не знаю. И узнавать тебе не советуюсь, честно. Вот вообще не советую, потому что рискуешь остаться овощем. Понятно? Понятно. Ну как? Идем дальше? Ну как? Че-то он не очень хочет. Представим, что ты принимаешь ванну, и вдруг, неожиданно, попадает электрический фен. Классика. Вода является отличным проводником электричества. Именно поэтому, чтобы свариться, бобу хватит 30 секунд. Жестоко. Слушай, а что там было написано? Джендер флюид драйер. Хорошо. Бобовый суп. Фу. Все? Ты ему хана? Дальше тебя ждет изобретение от Томаса Эдисона, который когда-то изобрел обыкновенную лампочку. Знаешь, что это? Электрический стул. На нем через тебя пройдет напряжение в 2500 вольт, что в пять раз превышает смертельный показатель. Достаточно всего 10 секунд, чтобы превратить живого боба в неживого. Жест. Ну, кстати, они еще не рассказали, что когда людей сажали на стуле, их специально увлажняли, скажем так, для того, чтобы все это происходило более гладко, скажем так. Там писали, что будут пасхалки. Боб Пикачу! Боб Пикачу забавно выглядит. Так, давай я врублю скорость на поменьше. Ага! Вот оно! Это боб. Это боб со шрамом. Почему он в негативе? Только я не очень понимаю. И все. Знакомьтесь. Знакомьтесь. То есть, просто здесь боб со шрамом и потом еще какие-то элементы писали в комментариях, что можно увидеть где-то лицо здесь создателя их. Но я его не вижу. Вот совсем. Зато мы с тобой теперь знаем, что боб со шрамом будет иметь значение в дальнейшем сюжете. И вот эта серия, насколько я понял, начало дальнейшего сюжета. То есть, что-то серьезное начинается. И что-то серьезное мы скоро с тобой увидим в бобе. И к чему-то все это придет. То есть, боб со шрамом не мертв. Боб со шрамом все еще важен. И боб со шрамом почему-то в негативе. Может быть, это навек на то, что он будет злым? Это сильно, я знаю, предположение. Но кто его знает? Напишите в комментариях, что вы думаете? Почему он негативный? Или это просто эффект ради эффекта? То есть, он ничего особо не значит? Или, что боб, не знаю, закрыт в какой-то негативной тюрьме? Или что-нибудь такое? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Ну, а пока на этом все. Увидимся в следующих сериях. И пока-пока-пока. Удачи!